Здравствуйте, ребята! Во всём должен быть порядок. Порядок в комнате, порядок на столе, порядок в портфеле. Порядок должен быть и в действиях числовых выражений. Он так и называется – порядок выполнения действий. Сегодня мы узнаем о порядке выполнения действий в числовых выражениях. На уроках математики мы работаем с числовыми выражениями двух видов – без скобок и со скобками. Чтобы найти значение этих выражений, надо выполнить все указанные в них действия – сложения и вычитания. А для этого надо знать порядок их выполнения. Разберём порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок. Прочитаем правило. В выражениях без скобок действия выполняются по порядку слева направо. Объясним порядок действий в числовом выражении. 28 минус 8 плюс 5. В этом выражении нет скобок. Значит, действия выполняются по порядку слева направо. Первым – вычитание, а вторым – сложение. Нажмите на паузу и найдите значение этого числового выражения. Проверьте. Значение выражения равно 25. Чтобы найти значение числового выражения 73 плюс 6 минус 4, выполним первым действием сложение. 73 плюс 6 получится 79. А вторым действием выполним вычитание. Из 79 вычесть 4 получается 75. Значит, значение этого числового выражения равно 75. Действия в этих выражениях выполняли по порядку слева направо, так как эти выражения без скобок. Разберем порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками. В таких выражениях порядок действий устанавливают скобки. Прочитаем правило. В выражениях со скобками действия в скобках выполняют первыми. Объясним порядок действий в числовом выражении. Из 85 вычесть сумму чисел 4 и 1. В этом выражении есть скобки. Значит, первым действием выполняется действие в скобках сложение. А вторым вычитание. Так как мы знаем правило, в выражениях со скобками действия в скобках выполняются первыми. Нажмите на паузу и найдите значение числового выражения. Проверьте. Значение этого числового выражения равно 80. Чтобы найти значение числового выражения, к 30 прибавить разность чисел 26 и 6, выполним первым действие, записанное в скобках. 26 минус 6 получится 20. А вторым действием выполним сложение. К 30 прибавить 20 получается 50. Значит, значение этого числового выражения равно 50. Запомните. В выражениях со скобками действия в скобках выполняются первыми. Выполним в тетради по математике задание. Укажи порядок действий и найди значение выражения. Порядковый номер действия указываем над знаком действия числового выражения. Вычисление выполняем устно, а затем записываем полученный результат. Из числа 40 вычесть 20, а затем прибавить 7. Получается 27. Из числа 30 вычесть сумму чисел 12 и 8. Получается 10. Сегодня мы изучали правила порядка выполнения действий в числовых выражениях без скобок и со скобками. Запомните эти правила. Они помогут вам правильно находить значение числовых выражений. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...